Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня не собиралась снимать видео, а я вчера сняла несколько видеороликов. Сегодня хотела полностью с заказами работать, но прочитав комментарии к вчерашним видео, я не могла остаться равнодушной, потому что меня очень расстраивает, что вот такие нелепые заблуждения, вот такие ошибки, из-за которых люди терпят какие-то неудачи. Я сейчас расскажу, о чём я. И я решила сегодня поговорить на эту тему, тема вершинная гниль томатов. Сегодня опять у меня 6 января, хотя вчера уже было. Вот смотрите, Тамара Лусова пишет, я специально выписала. А вершинная гниль остаётся в почве? Я в прошлом году очень... В прошлом году очень много было. Я даже семян собирать не стала. Это значит, что человек действительно думает, что вершинная гниль – это какое-то заразное заболевание, что после этого она даже семена не стала собирать, хотя на семена вершинная гниль никак не влияет, никак она ни на... ни на какие другие, ни на семена, ни на плоды, ни на что вообще она не влияет. И вы поймёте, почему из дальнейших ей уже следующие зрители... Вот Александра пишет, которая всегда комментирует, такая опытная огородница, она пишет, что вершинная гниль – это не грибок, а погрешности агротехники, то есть температурный режим, полив, подкормки. И Анна Симонова тоже отвечает, что это не болезнь, а недостаток микроэлемента кальция. Вносите кальций. И вот в прошлом году, но вероятно, Тамара не смотрела в прошлом году видеоролики. В прошлом году я специально снимала видеоролики о вершинной гнили, о профилактике, что делать, чтобы её не было изначально, чтобы априори её не было в огороде. Потом о лечении, что делать, если она уже появилась на кончиках томатов, потому что в прошлом году многие люди жаловались, что у таких томатов с удлинённой формой на кончиках вершинная гниль. Они чаще всего подвержены вершинной гнили. Многие пишут, что у них Казанова, Сибирская тройка, даже Петруша, очень часто подвержены вершинной гнили. У меня вершинной гнили никогда не было ни разу, и нет, и в прошлом году тоже не исключение. Я всё подробно рассказывала летом, и я в описании к этому видео скину ссылку на летние видео. Вы посмотрите, пожалуйста, как можно профилактировать это заболевание, как можно предотвратить вершинную гниль, и как можно её вылечить, когда она уже появилась. К сожалению, я по огороду-то знаю всё хорошо, но такой блогер не доделанный, что я не умею ни подсказки, ни конечные заставки вставлять. И вот мне приходится на пальцах объяснять, что я ссылки добавляю в описании к видео. Посмотрите. Но сейчас я подняла эту тему для того, чтобы сейчас в январе, когда мы разговариваем о том, какие средства по уходу за растения нам нужно купить, о том, чтобы люди, у которых вершинная гниль – частое явление, они поняли причину вот этого заболевания. Ещё раз говорю, оно не инфекционное, не передаётся ни на семена, ни плоды, не остаётся в земле, но причиной всё-таки является земля и является грунт. Самая распространённая причина, которая называется специалистами – это несбалансированный состав грунта, то есть недостаток именно вот этого кальция. Только из-за этого мы и занимаемся известкованием почвы. И вот эту яичную скорлупу туда вбиваем, и звезд пушонку, доломитовую муку, различные мелы. Всё это добавляется для того, чтобы земля кальцием обогатилась, насытилась, и чтобы у растений, у томатов именно не было вершинной гнили. И об этом нужно задумываться уже сейчас, в январе, когда я вот вчера говорила, когда мы пишем вот этот список, что нужно купить в магазине. Именно для каждого случая мы вписываем туда определённый препарат. Так что тем, у кого очень часто вершинная гниль, некоторые выбрасывают половину урожая из-за того, что начинается вот это чёрное пятнышко. В прошлом году у меня моя знакомая говорила, что даже не на удлинённых, не на перцевидных, не на пальчиковых сортах, даже на простых сортах с плоско-округлой формы, и то уже добралась до них вершинка, что вот посредине томата огромного, здорового, вот это чёрное пятно, и когда люди разрезают, там вот эта вот гнилушка, но непригодна к еде. Уже сейчас вы должны побеспокоиться. Ну и вот тут же называли, по-моему, как обрабатывать. А, ну вот одна зрительница ещё написала, что видела, что в магазине люди покупают вот эту селитру кальциевую для того, чтобы обрабатывать по листу. Я сейчас все средства назову, которые вам нужны. Если вы хотите, чтобы у вас не было никогда вершинки, вам нужно, во-первых, если почва кислая, раз, ну хотя бы в два года нужно проводить известкование. Я когда в прошлом году осенью рассказывала, как я готовила грунт в огороде, я говорила, что я суперфосфат добавила, а на следующую весну при посадке буду добавлять туда известь пушонку или доломитовую муку. Ну вот я, в частности, купила этот раскислитель гуми. Это то же самое. Почему нельзя вместе? Вы должны вот этот нюанс знать, что доломитовую муку, известь пушонку и все вот эти препараты на основе кальция нам нельзя одновременно с суперфосфатом вбивать в землю, потому что они соединяются и это соединение очень сложно усваивается растению. Короче, вы будете думать, что вы кальций ввели, а растение его все равно не получит. И все равно будет у вас, например, вершинная гниль, и вы тогда подумаете, что это не действует, вот этот препарат, который вы внесли, ну а на самом деле вы неправильно его ввели. Если у вас вершинная гниль тревожит вас, вам нужно все тщательно посмотреть, какие-то видеоролики, прочитать какие-то статьи. Еще раз повторяю, это не грибковое заболевание, это заболевание приобретенное, которое, ну как можно сказать, или от недостаточного ухода, или из-за неблагоприятных условий. Иногда бывает, что вот это неправильный полив, долго пересушивали, потом сильно полили, или температурный режим, но все-таки наиболее частая причина это недостаток кальция. Вот кальциевая селитра, о которой говорили, упоминали зрители, если вы не внесете весной, не сможете внести, то можно потом делать, обрабатывать по листу кальциевые селитры. Тут написано для некорневых, тут и корневых, тут вся инструкция, все есть. Но тоже селитрой кальциевой увлекаться не нужно, ну там, вы посмотрите, я вот ей ни разу не пользовалась для этих целей, потому что я обычно делаю подготовку грунта соответствующую, чтобы не было вершинки, потому что это потом летом ходить, опрыскивать отдельно, тратить время уже сложно, но если вы весной ничего не сделали, можно сделать листовые вот такие подкормки кальциевой селитры. А вообще, не забывайте о том, что у каждого вот такого, какого-то недостатка вашего томата, есть своя определенная причина, которую можно исправить, и вы можете годами не вспоминать вообще об этом заболевании. Я всю яичную скорлупу туда, опять добавка в лунке золы, которую я ежегодно делаю, она тоже в какой-то степени восполняет недостаток кальция, тоже туда добавляю. Сейчас вот нынче при посадке в лунку буду вот эти известь содержащие добавлять, и я больше чем уверена, что вершинки у меня не будет ни в этом, ни в следующем году. И вот сейчас напомню Тамаре Усовой, у которой она говорит, что была вершинная гниль, она даже не стала собирать семена. Я советую посмотреть вот эти прошлогодние видео, и я думаю, что она на основе вот этих советов, там и люди комментарии пишут, как они борются с вершинкой, там рассказываю, как я делаю, вот эту меловую болтушку я делала, показывала, что поливать можно. И вы надеетесь, что избавитесь от вершинки раз и навсегда. Есть люди, ну и я в их числе, которые вообще не знают, что такое вершинная гниль томатов. Это очень просто. Главное знать, вот именно знать, вот на какую точку надавить, какой препаратик добавить. И все это знать нужно сейчас, потому что нужно сготовить вот этот весь список, чтобы весной вы когда выйдете, вы уже знали осознанно, что этот я препарат добавляю, чтобы у меня не было вершинной гнили, это в последствии я добавляю, чтобы повысить сахаристость томатов, сладость, этот еще по другой причине, этот еще по другой причине, вы все это должны знать. Как я всегда говорю, бесконтрольное и вот такое злоупотребление этими препаратами, я никогда не приветствую этого, но все-таки дозированное, умеренное применение вот этих магазинных средств помогают нам справиться с заболеваниями и получать хороший урожай. Все, до свидания.